Инфекционное отделение Ненецкой окружной больницы и санаторная школа-интернат. Эти объекты посетили члены рабочей группы УНФ «Качество повседневной жизни» Светлана Калинина и Виктор Рожков. Свежий взгляд на проблемы региона узнала Ирина Цепитова. Инфекционное отделение Ненецкой больницы – гордый узел окружной медицины. Состояние здания, в котором находится инфекционка, требует принятия скорейших решений. Но пока вопрос о строительстве нового здания остается открытым. А между тем, деревянная постройка середины прошлого века на сегодняшний день не соответствует времени и во многих случаях, и санитарным нормам. На этот объект фронтовики обратили особое внимание и готовы предложить региону несколько вариантов решения проблемы. Вот есть два варианта, или модульное сюда, если есть такие, временное, когда мы отправляем в страну Африки, когда наши госпитали временно туда едут. Вот такой вариант. Или привлечь уже военных, просить через Министерство обороны, что здесь в любом случае эта ситуация должна решаться. Вот в этих условиях жить и больных учить просто. Ну, конечно, это уже очень страшно даже. Тут еще и хуже заболеть. Понятно, что модульное военное госпиталь даже на 30 коек, сколько и требуется нашему региону, удовольствие весьма дорогое. Светлана Калинина подчеркнула, что активисты Общероссийского народного фронта готовы лоббировать интересы Нинецкого округа в решении этого вопроса по линии развития сельских территорий и районов Крайнего Севера. Под пристальное внимание фронтовиков попала также санаторная школа-интернат. Одно из старейших образовательных и социальных объектов региона сегодня также нуждается в современном здании. Несмотря на все старания сотрудников школы по наведению чистоты и уюта, дети заслуживают более комфортных условий для проживания, отметила Светлана Калинина. Здесь красиво, здесь стараются руками сделать. Мы сюда привели детей, они здесь живут. Понимаете, Татьяна Николаевна, я не за то. Это их дом, они оторваны от родителей. Представители департамента и депутатского корпуса, в свою очередь, отметили, что в связи с передачей полномочий в Архангельскую область в 2008 году вопрос о строительстве нового здания школы закрылся. Сегодня полномочия вернулись, но наступили не самые легкие времена для бюджета. По словам Светланы Калининой, помощь в решении этого вопроса надо спросить у нефтянников. А пока, по информации заместителя руководителя департамента образования Леаны Храповой, решается вопрос о переводе детей из санаторной школы в школу имени Антона Пырерки. И поэтому мы сейчас посмотрим по факту количество. У нас же здесь не больные дети. У нас официальные данные о том, что дети не тубинфицированные, потому что это ориентир был на тубинфицированных детей. И поэтому мы говорим о том, что сегодня у нас не полностью занято еще помещение интерната самого в школе Пырерки. И поэтому, может быть, часть детей мы уже к началу нового учебного года будем непосредственно размещать в том здании для того, чтобы они жили и в хороших условиях. Что касается нового здания, в регионе есть планы по реализации целого образовательного комплекса, куда войдут детский сад санаторного типа, санаторная школа-интернат и коррекционная школа. Этот вопрос рабочая группа Общероссийского народного фронта также взяла на контроль. Цель – привлечь на строительство проекта «Федеральные средства». Ирина Цептова, Вадим Стасюк, Телеканал «Север». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова